Стоите с пакетами на остановке, но из-за сильного мороза это ожидание транспорта превращается в пытку для ваших анимевших пальцев. Прямо сейчас Женя Поливода спасет нас всех. Он покажет уникальный комплекс упражнений, который быстро согреет ваши руки. А воспользуется этим советом сам Велла Дамян, если, конечно, сможет. — Наденька, на самом деле сейчас уже первые морозы, и вот я когда стою на остановке, часто я с этим сталкиваюсь, то у меня просто руки анимеют. И поэтому вот такие вот эффективные методы я узнал, и хочу рассказать их, поделиться с сам Велла. Мы хотим узнать эффективность вот этих вот упражнений. — Ты не переживай, Санела, руки остановлюсь, а ты, Наденька, не переживай. — Нет, ну я честно, я немного переживаю. Это для того, чтобы проверить эффективность твоих упражнений. — Он мне не поверил. — На самом деле было так, сейчас я расскажу. — Давай. — В общем, мы с Женей когда-то, ну, разговаривали о том, что мерзнут руки, вот, и он сказал, что он знает какие-то там методы, я думаю, так, какие-то методы, болтает. — Не поверил, он слушать не стал. — А я просто замерзаю, понимаешь, у нас вот, я в театре в оперном работаю, бывает такое, что зимой холодно, просто тяжело, как бы, отапливать такое большое пространство, помещение. Зрители там одеваются в зале, а мы на сцене стоим, допустим, бывает шорты, бывает у тебя принц, ты играешь у тебя с коротким рукавом, и у меня жутко мерзнут руки просто. — Я по-человечески подошел, говорю, Самвел, я знаю методы, потому что уже протестировали их мои друзья, родственники, они убедились в этом. А Самвел включает заднюю и говорит, что эти методы неэффективны, я не хочу тебя и слушать. — А как ты уговорил его прийти ко мне в гости, чтобы протестировать эти методы? — Так я его начал спрашивать, Женя, говорю, я узнал, что ты, значит, пригласила его. Я говорю, Женя, так расскажи мне, он скажет, «Зась, приходь и узнай». — В каком-то смысле Женя прав. Ты не верил в то, что этот комплекс эффективный, поэтому тебе предстоит его проверить. — Я тебе хочу сказать, что эти вот упражнения эффективны, поэтому я Самвелу предложил как бы столкнуться с таким экспериментом и дал ему специальные такие вот рукавички, там, где вот минусовая температура, вот как на улице. — Есть также иголка с нитками. Я даже не понимаю, зачем нам рукоделие? Проверка, сразу вот такой вот как бы тест-метод. Мы сейчас посмотрим, если у Самвела руки замерзнут, и ему нужно будет просто втянуть нить в иголку, а нужна концентрация, а руки трясутся, значит, холодно. А не замерзшими руками ты умеешь вставлять иголку в нитку, пришивать круги? — Что там вставлять иголку в нитку? Или наоборот, нитку в иголку? Я в театре работаю. — В театре бывает, знаешь, когда вот что-то ты на сцене бегаешь, где-то у тебя что-то оторвалось или отстегнулось, костюмеры и так заняты, потому что надо переодевать и балетник, много людей, и хор, и быстро это за кулисами. Ты, у нас есть там место такое, где иголочки, там быстро хватаешь раз-раз за штопом. — Что еще, это для тебя не проблема? — Конечно, нет. — Тогда начинаем эксперимент, который задумал Женя, и мне это очень нравится. Пока ты там пытаешься, а мы измерим, от какой температуры ты страдал. — Я ложу в содержимое. Давай, Самвел, давай, давай. — Я не могу попасть. Руки не слухают иголку. — Ты смочи. — Не, ну руки замерзут, я не могу. Ай. — Сдаешься? Не грей. Потому что греть руки сегодня здесь можно только с помощью упражнений, которые покажет Женя. И вот выполнив эти упражнения все вместе, мы потом посмотрим, как на Самвела это подействует, потому что у него уже заледенели руки. — Какая температура? — Минус 10. — Да, Самвел, приходится тебе расплачиваться за свое неверие. Все приготовления сделаны, мы можем начинать делать упражнения. — Всего их будет 5, по 30, по 40 секунд. И Самвел будет все упражнения делать в варежках. — И поможет, ты думаешь? — Да. Итак, первое упражнение. Мы ставим ноги на ширине плеч, и у нас руки вдоль туловища. Нам нужно разогнать кровь по рукам, чтобы у нас циркулировала кровь. Плечи поднимаем вверх, зафиксировали на 2 секунды, потом мы расправляем вот так вот назад, круговращение плечами. — Вот так, да, Женя? — Вверх 2 секунды зафиксировали, потом назад мы сдвигаем плечи, 2 секунды зафиксировали, затем вниз тоже на 2 секунды. — Вниз-назад. — И потом нужно четвертый раз, потом уже вперед, вот так вот сгибаясь. — Внизу. Внизу. Все. А теперь в ускоренном ритме. Вверх 2 секунды задержали, назад 2 секунды задержали, вниз 2 секунды задержали, и потом вперед. — Ой, что-то оно реально согревает тут. — И теперь нам надо 30 секунд в ускоренном виде. Просто на раз-два. 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 — Все, отлично. 30 секунд так надо повторять. Вот это мы с первым упражнением уже справились. — Значит так, следующее у нас упражнение. Исходное положение. Мы должны... Руки сгибаем в локтях, ладони у нас должны быть напротив друг друга. Ладошка как бы в ладошку смотрит. Затем мы разводим кисти друг от друга. Только кисти. — А, только кисти. — То есть у нас руки должны вот держаться, а сама кисть должна ворушиться. — 10 раз. Без остановок. Ладошка напротив друг друга, вот как рельсы. И затем мы должны ладонь саму выгинать. И потом снова возвращать в исходное положение. И так 10 раз. — Откуда вообще ты узнала об этих упражнениях? — Я был во Львове. Самвелфестиваль на Лива. Мы ходили на свидание с девушкой, с Марьяной во Львове. И получается, катались на коньках. И мы были как бы на открытой местности, под открытым небом. И так холодно стало. — 20 минут, все. У меня уже перчатки не помогают. У меня руки анемели. Она говорит, что давай выпьем кофе. Но чтобы сохранить тепло, я тебе покажу эти эффективные методы. — Такая задушевная беседа. — Я помню, кстати. — Сразу согрелся, да, Женька? — Третье упражнение. По очереди нам нужно руки в кулак. Кисти мы должны сгинать. Одна в расслабленном состоянии. Вот так вот. А правая, это должна быть в расслабленном состоянии. Сгинаем кисти в кулак. Вот как боксеры. — Да что ж это за упражнение-то? Расслабленное. — Ну, потому что чередуется. — Чередуется. — 30 секунд. Все, следующее упражнение. Нам нужно напрягать сильно левую руку. Чтобы у нас как бы выгибались сразу пальцы. Кисть рук, чтобы она у нас как бы выгибалась, чтобы как бы веер. А другая расслабленная. — Ой, хорошее напряжение, кстати, во всей руке. Потом раз, поменяли. Кисть одна в расслабленном, а вторая как бы как напрягается. Вот так вот. Эту напрягли. — А эту в расслабленном состоянии. И так меняем. Пять секунд зафиксировали. — Есть. Отлично. Разогревается, кстати, все тело. — Все тело. Сразу циркулирует кровь. — Ой, Женя, простой, что я тебе не поверю сразу. — И четвертое упражнение мы выполняем в течение 30 секунд. Весь у нас комплекс у нас занимает 5 минут. И пятое, последнее финальное упражнение. Нужно будет большим пальцем правой руки. Мы должны массировать левую ладонь. И на другую руку. — Мне понравились тут не все упражнения. Вот это вот нормально мне нравится. — А мне понравились все упражнения. Я чувствую, что руки разогрелись. Даже кожа покраснела немного, потому что кровь циркулирует. Но я была в незамороженном состоянии. А ты, зайчик? — У меня красные вот даже эти пальцы вот здесь. — Для того, чтобы оценить объективное действие этих упражнений на замерзшие руки, мы повторим эксперимент. Нитку в иголку. Если руки сейчас работают нормально, движутся, несмотря на то, что они были в холоде, значит, эти упражнения действуют. — О, все. — Ой, боже, быстро. Наденька, опять в упражнение у меня шпот вступил на футболке. — Да, разогрелось все тело. — Тестпорт. — Так что, видишь, действует. — Получилось здорово, потому что мы поняли, эти упражнения действительно помогают разогреть руки или сохранить тепло. То есть это то, что в холодный день нас выручит при любом морозе. — Берешь свои слова обратно? — Беру, конечно. — Здорово. Сам Вэл не поверил, но мы вместе проверили. Это эффективное упражнение для рук. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Дубровскому Добавил субтитры Дубровскому Субтитры подогнал «Симон»